Приветствую всех на своем канале. Трясусь от холода. Пришла к нам вторая волна снега и вообще плохой погоды. Но первая еще не поубивала, а эта поубивала. Конечно, вот это конец саду. Почему показываю? Потому что это я не могу исправить. Согласитесь, я ничего не могу насчет этого сделать. Реанимировать как-то чего-то, да? Ну, убито, убито. Все, снег идет, холодище. Я вот в последние дни очень думаю много о тех бедных мамочках, у которых дети аутисты. Да, не все зависит от нас. Есть окружающая среда, политика, доктора, какие-то правила, по которым мы должны делать то, все, пятое, десятое. Есть капиталисты, которые отравляют еду, потом привозят в его магазин под видом прекрасного продукта, а он делает нас больным. Все это есть, народ. Есть косметическая промышленность, которая говорит, это хороший крем, намашивая на себя. А он, мы уже знаем, из вчерашнего ролика, за две минуты выпадает в кровяной поток. Какая-то вся гадость химическая, понимаете? Вот, все это имеет место быть, но при этом еще есть и такая реальность, я бы так сказала, реальность. Все это имеет свойство накапливаться внутри. И помните лекцию Брайана Клемента, он говорил, сейчас 18-летние мамочки уже имеют вот эту вот наполненность токсинами, но и папочки тоже. Мальчики-то тоже не исключение, они также могут получать и прививки, они могут не то на себя мазать, они могут не то есть, вредные привычки и так далее. Все это имеет место быть. И помните, как говорил Брайан, вот это может стать причиной того, что во время беременности переходит в плод. У меня на канале люди в основном такого возраста, которые либо уже женили и выдали замуж своих детей, либо уже близко к этому возрасту. Замечательный день, все прекрасно, но вы должны помнить, что наши дети, вот такие молоденькие, выходящие замуж и женящиеся. Мы ведь их даем, ну в общем-то людьми не очень даже, я бы сказала, здоровыми. Да, многие из вас кормят своих детей не так, но это единицы, ведь в основном все кушают, как это все вокруг, согласитесь. И вот обычно даются молодым пожелания, совет вам, да любовь, и вот совет, какой можно дать, и я хочу дать, вот подобным молодым. Постарайтесь после свадьбы хотя бы, может быть даже во время этого самого отпуска, медового, так скажем, времени этого, взять, да хорошо почиститься. Вот почиститься. Ведь наверняка молодые обсуждают, или может до свадьбы обсуждали, когда они хотят завести ребенка, может сразу, может хотят подождать. Но вот, знаете, я бы не советовала молодым слишком торопиться с этим. В плане каком? Возьмите какое-то время, неделю, две недели, если у вас есть месяц, да почиститесь хорошо. Сколько их есть, этих систем очисток, та же терапия Герсона, прекрасная просто. Значит, можно на ней даже не на очень интенсивном расписании где-то там, да, побыть, но поочищать, поочищать себя хорошей едой, соками, вывести токсины кофейными клизмами, это ведь можно, понимаете. Потом, ну не хотите вы с этим возиться, потому что многие люди там, допустим, о, это клизма, да, то есть для них это что-то страшное, что, конечно, не непонятно. Но по большому счёту есть и другие системы очисток в виде добавок, например, травок в них, положенных в эти капсулки, да, можно почистить. Значит, просто нужно заняться этим вопросом и как-то выбрать для себя, что нужно. И только потом уже целенаправленно заниматься зачатием, я бы так сказала. Потому что, знаете, очень часто случается как раз наоборот. Молодые, ну они себя чувствуют прекрасно, ведь правильно, ничего уж не болит. Оно не болит, потому что ещё пока эти токсины не достигли там апогея, я бы так сказала. И случается то, что случается. Случается очень много младенцев, рождающихся недоношенными, больными, со всякими разными заболеваниями. Потом встаёт вопрос, нужно делать операцию где-нибудь в Германии. Или это онкология, или это аутизм, или ещё что-то. Помощи врачи не дают, и начинаются проблемы после этого. Так вот, я не знаю, согласны ли вы со мной в том, что если предварительно почиститься, можно получить лучшее по здоровью поколение и потомство. Но я хотела бы, чтобы вы на эту тему подумали. Потому что жизнь показывает нам совершенно другие примеры. Я сейчас вам приведу пример, хоть это не совсем из моей жизни, и да простит меня моя подружка. Помните песню, очень старая, хотя она немножко про другое по смыслу, там, про выход замуж. Но вот вдумайтесь, молодые не хотят слышать пожилых, да, у которых опыт. Говорила мама мне про любовь обманную, да, напрасно тратила слова. Я её не слушала, затыкала уши я. Ах, мама, мама, как же ты была права. Моя подружка с работой, я там с лишними килограммами, где-то 4 года назад, наверное, это была свадьба у нашей сотрудницы. Эльрита, чуть помладше меня по возрасту. Эльрита, происхождение не американского. У неё папа с мамой из Панамы. И мы работали вместе, знаете, то есть много очень общались, и я видела, как мы были на разных празднествах, у неё дома были, я была у неё. То есть я видела, как она кушает, и я ей однажды сказала, Рита, ты кушаешь неправильно. Ты знаешь об этом, да, то есть с таким питанием ты далеко не уедешь, дорогая. Тебя что, мама не учила, что ли, твоя из Панамы, как правильно питаться? Потому что, знаете, вот такой стопроцентной американке, я бы такой вопрос не задала, да? На что Эльрита мне сказала, о, Олга, ты не знаешь, как я росла со своей сестрой. Мама нас держала в ежовых рукавицах. Она всё время клеймила все рестораны быстрого питания, и наша еда была исключительно сваренная мамой. И причём она была с большим перекосом фрукты и овощи, да? Значит, более того, мы не ходили в одежде, купленной из магазина, а мама всё время сидела за машинкой и шила нам платьицы и сарафаны. И в этом мы ходили со своей сестрой. И она меня этим так довела, она даже это ещё эмоционально показала, что когда я покинула своих родителей, ну, после того, как я выросла, я вышла и стала кушать всю запретную еду. И с тех пор я её и ем, я не хочу никакого возврата, никакому вегетарианству. Как результат? Ну, да простит меня Эльрита. У неё два ребёнка, взрослые уже, мальчик очень красивый такой, мальчишка. Он помладше, ну, здоровый он. Я никогда не слышала от неё, что он имеет проблемы со здоровьем. Но старшая её девочка, первая доча, она болела очень и очень, и очень, и очень. Все годы, я помню, даже у неё был период, она лежала в больнице, а потом вдруг пошли у неё роды. То есть это было вот буквально последние события относительно. Это, наверное, когда мой диагноз, там, вот туда, блин, ну, вот, чуть после него. И на сегодняшний день Эльрита бабушка, у неё внучка, но внучка родилась недоношенной и очень большие проблемы со здоровьем. Вот скажите, вот это вот разве не то, что жизнь показывает, как вот ты относишься, и что тебе говорила мама, а кто оказался прав? Конечно, мы все хотим здоровую семью, согласитесь с этим. Но вся беда в том, что мы живём в наше время, ну, нельзя терять бдительности, понимаете? Ну, нельзя. И прежде чем вот получаются вот такие прекрасные здоровые дети, это ведь не у всех они сейчас так получаются. Вот в чём проблема-то, понимаете? Но не у всех. То есть самое-то начало, нужно ведь на эту тему поработать. Когда начались эти все проблемы, прежде всего, с пищевой промышленностью? Они, конечно, эти проблемы, они везде, куда-нибудь кинем. Но всё-таки человек ест больше, чем делает что-то другое. Так вот, вот она фотография 70-х. Ну, мы помним, у нас было очень много консервированной продукции. Она была вкусная, но она была консервированная. Это то, что, в общем-то, всё-таки не совсем было здоровое тогда. Хотя тогда всё-таки не клали какие-то консерванты вредные. Я не думаю, что всё-таки столько много. И была, конечно, у нас свежая продукция. Мы видим там какие-то фрукты у неё за спиной. Конечно, это были намного лучшие продукты по вкусу, по качеству. Хоть они, может быть, были не мытые, не ровные. Но всё-таки они не приносили такого большого вреда. Хотя, конечно, и тогда уже применялись минеральные удобрения. Но я не думаю, что брызгали гадостью, понимаете? Особенно той гадостью, которую сейчас мы имеем из Америки везде. В Монсантовскую. Корову были обыкновенные бурёнушки. Давали хорошее молоко и сыр и так далее. Ну, вообще, знаете, вот послушав многих американцев, они все в один голос говорят, что проблемы с питанием у них начались где-то с 50-х годов. И, в общем, шли семимильными шагами. Особенно с 90-х там уже пошёл обывал полный. То есть ГМО во весь рост и так далее. Вся эта химия. Что говорить о Советском Союзе у нас попозже всё-таки этот обывал произошёл. Это, можно сказать, 90-е, да? Где-то с них, когда допустили американцев в страну. На сегодняшний день всё то, что на себя мажут наши девочки, молодые женщины, да? Оно всё о... из заграницы, да? Диор и так далее. Клаудиа Шифер. Ни одна из этих девочек не спрашивает, из чего эта гадость сделана. А сделана она из химии и больше ни из чего. А вот то, когда она намазывается на кожу, вы должны уже, наверное, из моего вчерашнего ролика этого услышали, если эфирное масло за 2 минуты проникает в кровяной поток, который циркулирует по всему телу. Вы думаете, косметика это что ли не делает? Или крем какой-нибудь увлажняющий? Химический, конечно, он делает то же самое. Это один из путей, не говоря уже о шампунях, новомодных, импортных кондиционеров и лака для ногтей. Акриловые ногти искусственные приклеиваем. Не понять, каким химическим клеем, а что через ногти ничего не проникает в кровь, что ли? Конечно, проникает. Опять же, из моего опыта интернетного, большей частью, ну и даже вот с общением с моим сыном, живущим в России, молодежь не обращает большого внимания на то, что не толкают в рот. И в основном те, кто кричат, что ГМО не приносит никакого вреда, это как раз молодые. Те, которым промыли мозги, и они не видят опасности, например, в этом. Поэтому даже порой удивляешься, как при таком отношении получаются ещё здоровые дети. Но, как я уже сказала, к сожалению, это всё реже, реже, реже и реже. То есть, даже я помню, будучи молодой, только выходящий замуж, вот тогда было это даже тогда, это по ветре, надо покушать вот такую-то еду, чтобы ребёнок здоровый вырос. Почему это сейчас ушло? Ну, конечно, нужно пойти дальше, чем просто это, потому что молодые накапливают токсины, я вам что-то показала, различные пути я не все показала, я даже не ставлю это целью. Вы слышали, Брайан Наклемин, который сказал, 18-летняя мама под завязку напичкана токсинами. Точка. Как можно родить с токсичным папой, пославшим токсичные клеточки, оплодотворить клеточки токсичной мамы? Поэтому я не знаю, конечно, нравится ли вам этот разговор, но я хотела бы, чтобы просто подумали на эту тему, и если у вас ещё есть дети, которые ещё маленькие, то есть ещё пока не выходят замуж или не женятся, подумайте об этом также. Тут ведь тоже надо детей любого возраста и растить, и питать правильно, и воспитывать правильно, и правильные мысли закладывать тоже. Почему бы детям, вот рассказывая о здоровье, не сказать, вы должны беречься токсинов, посмотри вокруг, вот это яд, вот это яд, вот это яд, и если он попадёт в тебя, ты заболеешь, у тебя не будет хороших детей, здоровых и так далее. Ведь это уже нужно говорить, народ. Уже нельзя молчать на эту тему совершенно. Нужно идти дальше, чем просто вот давай сходим в джим и позанимаемся. Поэтому вот как-то я хотела бы, чтобы вы на эту тему подумали, и если в вашей семье такая подобная или подобная ситуация, когда вы можете ещё как-то словесно повлиять, поучить, то используйте эту возможность, пожалуйста, используйте её. Потому что сами они потом не ищут, они вырастают, пока они молодые, у них, как у обычных молодых людей, я проживу вечно здоровым, эта тема в голове, они не ищут ничего на эту тему здоровья, даже в информационном потоке. как я уже сказала, у меня, допустим, по демографии на канале, у меня нет вообще до 35 лет, по-моему, вообще нет подписчиков, вообще. То есть они это не будут искать сами, им нужно говорить, потому что они именно те, кто дают рождение детям. И, конечно, мы хотим, чтобы детки были здоровые. Ну, а для этого нужно постараться. Вот об этом я с вами хотела поговорить. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова